Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз подключимся все И быстренько начнем дальше работать Так, а я пока посмотрю А мои дорогие друзья, пока вы присоединяетесь Я посмотрю те вопросы, которые были у нас под тем эфиром Постараюсь вытащить те, которые были в конце Сейчас мы загрузим Так Татьяна Купленова А, про карманы я ответила Ну давайте сейчас немножечко мы присоединимся У нас пока 42 человека Сейчас придут те, кто не дошел Кстати, я не вижу, как связь Я попробую сейчас на другом гаджете еще поставить Посмотреть, как у нас связь с вами Ирина Химей пишет Оля не услышала ответ про карманы Про карманы ответ был такой, что смысла нет их делать Потому что нет смысла делать такой урок Потому что каждый будет делать разные карманы Вот так вот у меня был ответ про карманы Так И здесь пошел эфир Эфир тормозит, эфир тормозит Ну и все, да, связь плохая Елена из Дортмунда пишет Девочки дорогие, дайте Ольге передышку Иначе надолго ее не хватит А мы же хотим много СП Да, так, все, я вас всех почитала Сейчас я снова войду в эфир Здесь я выключусь Все И будем Да, связь пошла, девочки пишут Про карманы еще расскажу Давайте про карманы Карманов бывает много разных Бывают накладные Бывают в шве карманы Карманы бывают у нас Как сказать Какие Кенгуру Цельновязанные Очень-очень много Я не вижу смысла По всем карманам делать теоретическое видео Потому что Когда Эта не связь наладилась Это мы с вами эфир Эфир перезапустили Девочки Связь не наладилась Там она так и зависла Сохранила я Видео И Вроде бы как Оно сохранилось Сейчас у нас Второй эфир Вторая часть эфира Так что Да Ирина, Ирина Ольга В укороченных рядах Разворот на каждой петле Как провязать правильно? Так же Как и не на каждой петле Абсолютно Что значит Провязать правильно? Мне непонятно Это словосочетание В данном контексте Вы выбираете Метод С помощью которого Вы делаете Разворотные петли И не важно Делаете вы их В каждой петле Или через петлю Или в каждой пятой петле Они делаются Абсолютно одинаково Если вы потом Выходите на Круговое вязание То последняя петля Которая вам попадается Она как правило С правой стороны То есть укороченные ряды Вот здесь И вот с этой стороны Будет у вас петля Последняя Ее провязывают Немножечко другим способом А так Все остальные петли Вяжутся Ко выбранным вами способам Светлана Черныхоли Образец обязательно вязать Тем же рисунком Что и изделие Обязательно Настоятельно Не то что даже рекомендую А требую Чтобы образец вязался Тем узором Которым будете вязать полотно Вот давайте мы с вами Светлана Включим логику Смотрите Вот у меня сейчас Я вяжу изделие Полупатентной резинкой Полупатентная резинка У меня примерно Я сейчас не помню Две с половиной петли Например в ширину В одном сантиметре И пять рядов в высоту В одном сантиметре Это у меня будет Плотность вязания Полупатентным узором Если я эту же пряжу Буду вязать Лицевой гладью У меня будет Где-то 2,7 петель В одном сантиметре И в высоту У меня всего будет Ряда Три 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 с половиной В одном сантиметре Так вот Если вы Планируете вязать Изделие Полупатентной резинкой Ну одним узором А Образец будете вязать Другим узором То есть вы по образцу Посчитаете плотность Она у вас будет Чему-то равна А потом Когда вы рассчитаете На все изделие Изделие начнете вязать Другим образцом У вас Изделие станет Абсолютно другое И по ширине И по высоте И по каким-то Вашим другим Параметрам Оно просто Ну Вы просто Свяжете другое изделие Ошибочное Неправильное И потом Многие девочки После этого говорят Я в свою плотность Не попадаю Типа я образцы вяжу Но по ним рассчитываю Изделие Но изделие Получается другое Один из Вариантов Почему так получается Образец связан Одним узором А Изделие вяжется Другим узором Так делать нельзя Вот это нельзя Вообще нельзя Никогда Образец вяжется Тем узором Каким мы будем Вязать изделие Вот Это закон Татьяна Кузнецова Махер носить не могу Но на МКМ Паутинку хочу Очень понравились Ваши расчеты И подход к вязанию Спасибо большое Татьяна Ну В принципе По расчету Паутинки Можно связать Абсолютно Любой джемпер Из любой пряжи Расчет то будет Один У вас же будет Просто Плотность Другая Образец Другой И вы свяжете Изделие будет Другое Абсолютно Будет не паутинка А что-то другое Но расчетами Этими Можно пользоваться Почему бы И да Можно Связать другой джемпер Это будет Не паутинчатый Но Логика Там одна На этаже Светлана Черных Спасибо большое Пожалуйста Света Я надеюсь Вы поняли Мой посыл Что мы с вами Разобрали То что вы Хотели услышать Вот Нас 77 человек Присоединились Когда зависло Нас было Больше 616 Ну Некоторые Наверное Пошли чай попить Ничего страшного Это нормально Ой Сердечки Полетели Вижу Вижу Мои дорогие Друзья Так Ну Чем мне еще С вами Похвалиться Похвалиться Мне вроде бы Как нечем Я постирала Свой Связала Тело Для Реглана Который Связан Гладью Из серой Пряжи То есть Простой реглан С простой Горловинкой У меня Уже В стирке Но без рукавов И без горловин Соответственно Поток тела Отвязано Все Сегодня Перед прямым эфиром Закрывала Петли Все это На 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 Просто читаю Комментарии Сразу И Закрыла Петли Трикотажным Швом На Резиночке Внизу И все И поставила В стирку Постирала У меня Расползлась Пряжа Все нормально Все по плану Вот И Да Виктория Нежильская Добрый вечер Оля А что вы вяжете Виктория А вы По-моему У меня В совместном Проекте По реглану Есть Тогда Мне Непонятен Ваш вопрос Вы Не видите Что я вяжу У меня По петельных Видео Там Много Это Мой Реглан Реглан С своеобразным Вырезом Который Я вяжу Вот он Сейчас Криво Очень смотрится Горловина Это нормально Это еще все Не стиранное Вот такое Полотно Сжатое Сейчас оно Очень узкое Страшно узкое Но оно Расширится Я это точно знаю Потому как Образец у меня есть И он такой Расширенный Давайте сразу И я сразу Убежусь Убедюсь Убеждусь Это я сейчас Издеваюсь Вот Да Ура Ура Я убедилась Вы не знаю Сейчас вы убедитесь Так Давайте я спинкой Вот так поверну Чтобы вам было Больше тела видно Сейчас немножечко Микрофон закрою Но я думаю Вы меня услышите Так Вот так Давайте Вот Вот полотно Видите Оно какое узкое И вот полотно Это тоже самое Только образец Видите Насколько Петли Друг от друга Отстают В образце Насколько Сжаты Они в полотне До стирки Вот После стирки Это все Расширится И соответственно Джемпер Будет шире Все вижу По расчетам Вот по этому Образцу На образце Я пробовала Разные виды Прибавок Чтобы потом Выбрать Те Которые Мне нравятся Больше всего О чем вам Всегда и говорю Пробуйте Все на образце Вот На образце Попробовала Мне очень нравится Как резинка Ну здесь Набор Длинный хвост На этой пряжи Красиво Смотрится И вот Я пока Ломаю голову Мне здесь Закрыть Так же Или попробовать Закрыть Итальянским Набором И как я Закрою горловину Вот видите Я еще пока Не делая низ Уже думаю Как же я Закрою горловину Горловину Я скорее всего Здесь наверное Буду закрывать Все таки Имитацией Набора Длинный хвост В-образную Горловину Когда отвяжу Через Крепочный Карман Через Тамбурный Шов Наверное Буду закрывать Все таки С помощью имитации Набора Длинный хвост И внизу Может быть Так же Закрыть Короче Пока Думаю Все Устали у меня Руки вязать Девчонки Давайте я с вами Просто так Сижу Так охота Вязать носки Пишет Нет В реглане Я не участвую Простите Виктория Значит Я вас С кем-то Перепутала Прошу Прощения Поэтому Я Странно Вроде бы Вы в реглане К чему Такой вопрос Я там Столько Мастер-классов Укладывала Все Прошу Прощения У вас Я ошиблась Валентина Гошенина Добрый вечер Всем Оля На ютубе Трансляции Теперь только В записи На ютубе Всегда Теперь Трансляции Только в записи На ютубе У нас Прямых эфиров Не проводится Если вы смотрите Меня сейчас На ютубе Это вы смотрите Запись Потому что Ютуб Меня Ну во-первых Он очень тяжело Работает И он очень сильно Зависает Я в ютубе Трансляции Проводить не могу К сожалению Вот Не по моей вине Записи Я везде Выкладываю Есть записи ВК-видео Есть записи В ютубе Записи эфиров И есть записи На рутуб Вот ВК-видео А дзен Дзен Еще в дзен Очень многие Сейчас перешли На дзен Смотрят меня в дзен Насколько я вижу Что статистика Там большая Девчата смотрят Сказала Буду отдыхать Да И с вами общаться Но не могу Я сидеть без дела А Светлана Саландина Ольга Как высохнет Будете горло обрабатывать Или рукава начнется Жду к чему готовиться Буду горло обрабатывать После того Как высохнет тело Я буду обрабатывать Горловину Вырез горловины А только потом Я уже буду приступать К вывязыванию рукавов Почему? Сейчас объясню По одной простой причине Сейчас у меня Вырез горловины Он все равно Расхлябанный То есть Мы набрали петли Мы отвязали реглан И вот эта горловинка Она вся такая Сейчас еще пьяная Сюда может потянуться Сюда и туда И туда И если вы еще На неодработанной горловине Начнете отвязывать рукава Вы их отвяжете Вы их постираете У вас все отлично Все замечательно А потом вы возьмете Горловинку И когда вы будете обрабатывать Вы можете вот так Хоп и сжать Вы видите сейчас Что происходит с платьем То есть вот Вы сжимаете горловинку И у вас платье Так потягивается И рукавчик у вас Может быть Таким коротким Вот Поэтому Сначала Мы потягиваем Горловинку Как она там у нас Стянется Это как нам надо Мы так и сделаем Да Мы стянем Как нам нужно Но все равно Мы же не можем До миллиметра Это все учесть Поэтому сначала Я делаю горловинку Уже как сядет Она так и сядет А потом уже Рукава на готовый верх То есть верх У меня никуда не денется И потом только рукавчики Начнем делать Елена Пилипенко Пряжа с эластаном Есть в наличии Но еще есть Тоненькие пушистики 35 супер кидмохер 35 беппи альбака 35 полиамид 2 300 на 100 Такая подойдет На паутинку Если в 2-3 нитки В 2 нити Подойдет В одну нить Подойдет Я бы попробовала Образец на одной нитке В одну нить На спицах 3 миллиметра Например Мне кажется Подойдет Я не вижу Конечно Вспушеная она у вас Или нет Скорее всего Вспушеная Вы пишите Что есть пушистики Значит она пушистик Короче Елена Вот вам задание Люблю давать задание Свяжите образец С пряжи с эластаном И свяжите образец Из вот этой пряжи На 2-3 100 на 100 грамм Свяжите в одну нить На спицах 3 миллиметра Я так на бум Я не вижу Ваши пряжи И свяжите В 2 нити Из этой пряжи И посмотрите Какая Какой Ну что получится Посмотрите По итогу Что получится По образцам Если интересно Можете в телеграм-канал Кинуть Мне тоже очень интересно Как и что у вас получится И очень интересно Видеть бы вот эти вот Побинки Если у вас есть такое желание Можете кинуть В телеграм-канал В телеграм-чат В наш У меня там 2, кстати, чата Пока оба работающие Не знаю, когда закрою Я обещала с 1 ноября закрыть Теперь не хочу С 1 ноября Там такая жизнь идет Девчонки общаются Мне, как всегда, жалко Поэтому пока не закрываю чат Пока общайтесь в двух чатах Хотите Чат Куруновск называется И хотите Ольга Курунова В любом чате Пока общаться можно Заранее скажу Если буду закрывать какой-то А вот Ирина Химей Оля, а на В-шке тоже сначала Горловину будем обрабатывать А рукава потом Да Думаю, что да Мне такой Если все пойдет так, как мне Ну, как получится То да Сначала на В-шке Обрабатываем В-образную горловину А потом отвязываем рукава Во-первых, это проще Когда у вас полностью Все изделие готово Оно же еще тяжелее будет По размеру По весу А когда у вас сейчас только тело Оно у вас полегче И горловину крутить Будет легче туда-сюда Это полотно Да Оно будет не такое тяжелое Поэтому лучше Да Сначала горловину Потом рукава Ольга Владимировна Добрый вечер, Оля Ну и что ж вы с нами сделали Теперь, когда вижу Плечевое вязанное изделие Будь то в фильме В интернете И так далее Глубокий анализ неизбежен Есть ли скос плеча Вывязана ли головка рукава Выточки Пельмень под мышкой Росток И понеслось Спасибо вам огромное Супер А скажите, сейчас тяжело живется Правда? Вот когда я сама так же Когда не знала Вот этого всего Я просто Визуализировала изделие По плану Нравится цвет? Не нравится Нравится модель? Не нравится Да, там вот Нравится-не нравится Типа модель Цвет Ну что еще? Пряжа, фактура Все Теперь Тоже Я тоже этому училась Училась У разных Блогеров Так сказать У одного схватишь У другого схватишь Ну так же, как и вы Вы же тоже у разных блогеров Все, ищите информацию Пользуйтесь Это нормально Это классно Ну теперь вот Когда ты вот с этим живешь Уже с этим багажом знаний На самом деле Уже такой смотришь Блин, да Или к тебе ко мне подходят Девочки там на работе Вот сегодня тоже девочка подошла Одна говорит Оля, хочу связать изделие Из травки Хочу чем вязать Спицами, крючком Ты-ты-ты Я говорю Какая модель? Ну просто из травки Я говорю Модель какая? Ну просто из травки Какая модель? Вточной рукав Спущенное плечо Что ты хочешь? Без разницы Вот хочу из травки Хорошо, ладно Ну это Я говорю Ну из травки просто вязать Берешь и платочкой вяжешь В смысле Просто лицевыми петлями что ли? Я говорю Ну да А что, ничего не надо? Я говорю Ну если что-то будешь вязать У тебя будет Ну все равно не будет видно Ни рисунка, ничего А на травке Ты не будешь видеть петель Если ты хочешь крючком связать Там ты будешь думать каждый раз Куда тебе зацепляться Этот крючок Куда тебе втыкать-то? В какую петлю Ты их видеть не будешь? Вот Ну ладно Поговори Она говорит А что? Я говорю Да просто вяжи вот Спущенное плечо Типа и все А, просто квадраты вязать и все Я говорю Нет Почему? Какие квадраты? А как же скос плеча? Какой скос плеча? Ну вот такой вот Вот так вот Так вот делать Что, правда надо? Я говорю Ну конечно Ну и понеслось Вот То есть Да, видите Не в фильмах А человек А я представляю потом Потом мы с ней поговорили Все Она ушла Скажет Вот какая придурочная Я к ней пришла А она мне что-то все тут начала Толмить Да То есть Ну не каждому же расчеты нужны Некоторые вяжут квадраты Прямоугольники Живут с этим спокойно И это хорошо Я не говорю Что каждый должен переучиться Вязать по-своему Ну По-правильному Или Что значит по-правильному вязание Да ничего не значит То есть Некоторым не нужны эти скосы плеч и прочее Да А некоторые наоборот Такие Вау Вот вы теперь Да знаете Вы теперь анализируете Вы теперь Без коррекции на сутулость По коррекции по рукавам Там выточку Уже не будете изделие вязать Вы уже будете видеть Что ага А вот тут-то оно сидит Ай-яй-яй Как Вот я в магазинских вещах Когда я магазинские вещи меряю Я уже тоже вижу Пельмень Вижу Ага Здесь нет ростка Ага Здесь нет сутулости Поэтому на мне вот так сидит О Здесь задирается перед Выточки не хватает То есть Ты уже это все анализируешь И ты не можешь купить Это то же самое Когда ты умеешь шить Ты не можешь купить Шитые готовые вещи Это проблема большая Хотя я шью посредственно Только для себя А я ходила на курсы Кройки и шитья Кое-какие правила есть Тоже да И поэтому я не могу Приобрести изделие Я очень много капризничаю Когда приобретаю И очень счастлива Если я что-то приобретаю Вообще Как правило Я хожу-хожу Мне некогда шить Вы понимаете Я вся в вязании Вот И Хожу-хожу Ищу-ищу себе брюки Юбки я вообще уже не знаю Когда последний раз Покупала у меня Все шитые Брюки Хочу Ну красиво Вот все классно Все они смотрятся Офигенно Надеваю на себя Блин Только подпоясалась И за сеном поехала И любые брюки так И такая Ой Жесть Ой нет И вот муж со мной Мучается-мучается Потом говорит Поехали в магазин ткани Я говорю Да Все И мы едем в магазин ткани Приобретаем ткани Она потом лежит у меня в шкафу И ждет своего часа Когда же я сошью Вот так у меня летние брюки Стоя сидят То есть это то же самое Условно Ладно Я не буду сейчас про шитье Вот То же самое Что и вязание Если ты умеешь шить Ты не можешь купить себе Готовые вещи Если ты умеешь вязать Ты тоже не можешь купить себе Теперь вещи Трикотажные Потому что ты видишь Косяк Ну а в магазине Они же связаны по стандартам Они же не могут учитывать Мою коррекцию на сутолость Мою выточку Там Мою 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 Да Они не могут это учитывать Они вяжут по стандартам А стандартный у нас кто? Никто Ни одного человека Наверное в мире стандартного нет Но есть люди условно подходящие Под стандарт А всем остальным что делать? Вот и бедные люди Берут и приобретают эти вещи И потом говорят Что вяжут только бабушки Ага Бабушки За такие денежки За которые мы пряжу с вами покупаем Да Бабушки Ну нет Мы же тоже бабушки Да И мы вяжем Но Это очень дорогое удовольствие Как бы кому ни казалось То же самое что и шить Между прочим Так что да Я с вами полностью солидарна Ольга Владимировна Елена Пилипенко Хорошо сделаю Огромное спасибо Пожалуйста Ирина Химе И психологически легче Закончим с кетлевкой Рукава будут Просто песня Да Понимаете Горловина Вот эта вот Зона декольте Это самая видная зона Ее нужно Идеально исполнить Идеально Просто вот Чтобы не прикопаться Потому что люди Когда на вас смотрят Они смотрят сюда Хотят они этого Или не хотят Они все равно сюда смотрят Любой косяк в этой области Он сразу заметен И сразу изделие Может быть Отлично связано Ну какой-то маленький Косячок в этой области И все И впечатление Сразу Ну да Красиво Но можно было лучше Поэтому вот Да Сначала мы отвязываем Самое тяжелое А потом просто Рукава так Хоба И На одном дыхании Свяжем Светлана Саландина Оля Вы всегда стираете тело Когда отвязали Или можно постирать Когда все изделие отвязано Я всегда стираю тело Когда отвязала Не важно Это реглан Либо это спущенное плечо Либо это вточной рукав Я всегда делаю Вот этот трикотажный шов По верху То есть я вяжу перед Вяжу спинку Делаю трикотажный шов И стираю изделие Потом я обрабатываю горловину И вяжу рукава После того Как отвяжу рукава Еще раз стираю Все изделие Ну рукава Горловину я отвязываю То есть горловину отвязала Уже не стираю Рукава связала И потом уже Все вместе Уже готово Изделие полностью Постирала еще раз И постирала я его Не для того Чтобы оно Что оно грязное А для того Чтобы оно Это влажно-тепловая обработка Которая придает Окончательный вид Изделию Вот То есть стирка Не в плане грязь Удалить Ну хотя в принципе Стирка и в плане Пропитку удалить Если это бобинная пряжа Там очень много пропитки Поэтому с целью Удалить пропитку Да Стирается Потому что пропитка Вот сейчас у меня Серое мое полотно Из магазина Из магазина Скайвол Пряжа Трэнта Чиква Артикул Мелефили По-моему Да Трэнта Чиква Вот И Она в пропитке И когда я постирала изделие Оно просто вот так Все расползлось Оно уже все расслабилось Пропитка сошла Я такая Ну все Слава богу Изделие приняло форму свою Все Вот А если не стирать А если не стирать изделие И связать на нем И сделать обработку Горловины То потом Когда вы уже Полностью все постираете У вас может изделие Форму поменять И горловина ваша Может и перекоситься И может Даже не перекоситься А у вас Изделие уже Какую-то свою форму Будет принимать А горловина не будет давать Эту форму принимать В общем Короче Могут быть проблемы С изделием Поэтому я лучше Я лучше вот так Стираю по несколько раз Гульнара Ярулина Оля Скажите пожалуйста В изделии со спущенным плечом Подрезы делают Если свобода облегания 20% Нет Не делают Она ни к чему не нужна А делают Достаточно глубокую пройму Достаточно глубокую пройму Подрезы там не нужны Они там лишние Подрезы это реглан И кокетка Больше подрезов у нас нет Вточной рукав У нас нету Такого термина Как подрез Ну я понимаю О чем вы говорите Поэтому перехожу Так сказать На ваш язык Но это неграмотно Подрезы бывают Только в круглой кокетке И подрезы бывают В реглане Во всех остальных изделиях Это не подрезы Это ширина проймы Называется Пройма имеет свою глубину И имеет свою ширину Вот это ширина проймы Подрез это не что иное Как ширина проймы Вот Ну это я просто вот Чтобы вы понимали И были грамотнее тоже Ну я иногда на ваш Как бы Перехожу на язык На такой Ну скажем Жаргон Да и подрезом Могу назвать Условно То что подрезом Не является Елена Заматаева Добрый вечер Оля Подскажите В носки добавляете На пяточку подмот Никогда Последнее время Никогда Раньше Когда я вязала Из деревенской пряжи Ну то есть Бабушка моя Пряла пряжу сама В деревне Да Из овечек Собственных Вот в общем И я из этой пряжи Когда вязала носки Конечно там Стопроцентная шерсть Там просто однозначно В подмот Нужен был Иначе носки Неделю не служили Они протирались Стопроцентная шерсть Протирается На здрасте А сейчас я носки Вяжу из специальной Носочной пряжи Из пряжи В составе Имеющей Ну вот возьму Первую попавшуюся Пряжу Да Это в составе 75% Шерсть 25% Полиамид В эту пряжу Уже ничего Добавлять Не надо Ни на пятку Ни на мысок Никуда В другие места То есть здесь уже Полиамид Добавлен В самой пряжи Здесь 75% Шерсти 25% Полиамид Этого состава Достаточно Здесь уже добавили За вас Вот эту добавку На пятку И она будет идти По всему носку Ничего не добавляю Если вы пользуетесь Не носочной пряжей А какой-то другой пряжей В которой в составе 100% шерсть Или шерсть в составе С акрилом То там надо С акрилом То там надо смотреть Но я в пятки Уже не добавляю Тысячу лет Ничего Носков вяжу много Дарю много Ношу много Всегда в носках И зимой И летом Последние Несколько лет Раньше вообще босиком Ходила по жизни Всегда Теперь нет Ну Так получается Вот Поэтому сама Тестирую носки И у меня на пяточке Носки Не рвутся Вот Вообще Из этой вот пряжи Которая носочная пряжа Носочный сегмент пряжи Из нее носки У меня в частности Не рвутся Вот А я их просто Уже выкидываю От того что они Вид теряют Я ализе Выкинула Пару Потому что Они достаточно быстро Потеряли вид Опал я ношу Стираю Ношу И я сейчас Говорю про то Что потеряли вид Это не означает То что они Закатались Если носки Если носки закатываются Я их чищу Это я не считаю Что потеряли ли вид Потеряли вид У меня Ализе Супервош А нет Ализе Артисан У меня потерял вид Зелененький Он стал Подошва Стало замасленное Я их не берегла Это носки У меня Так как пряжа Достаточно Бюджетная Эти носки У меня Были В ходу Даже в огороде То есть я В калоши Надевала носки Потом в калоши И вот это все В калоши терла Где грязь попадает В калошу И натирает носки И у тебя Втирается грязь В носки И потом ты ее Не можешь Никаким образом Оттуда выбить И они становятся Как бы маслом Промасленные Вот Вся подошва И я такие носки Не люблю носить Поэтому я их выкидываю Вот выкинула Только одну пару Вот этих вот Артисанов И это не говорит о том Что артисан плохой Просто то Что это пряжа бюджетная Поэтому я ее носила На огород Если бы я опал Носила на огород Я не знаю Как бы было с пряжей Может быть То же самое бы случилось Да То есть Здесь Не Нету сравнения пряжи Я не могу Сравнить пряжу Ирина Химей А Вот еще Вспомнила вопрос Мы-то бобинную пряжу Стираем На фабрике Они ее стирают Да Конечно стирают Конечно стирают Они после отвязывания Изделий Провязывают Всегда проводят ВТО изделий То есть на фабрике На трикотажной фабрике Где вяжут изделия Пропитка в принципе Бобинная пряжа Существует Как раз Не для нас с вами Чтобы мы руками вязали А для производства Да Чтобы они Завязали на машинах И бобинную пряжу Для этого и пропитывают Чтобы она через машину Проходила хорошо И гладко Чтобы нигде Не зацеплялась Своим пушком Поэтому ее смазывают Так сказать Условным маслом Ну или каким-нибудь Таким маслянистым составом Поэтому иногда Девочки Которые неопытные В бобинной пряже У нас слушаются Наших Блогерских Так сказать Как сказать Охов-ахов Вздохов От того Какая та или иная Пряжа шикарная Класснючая Как мы ее обожаем И любим Берут себе бобинку Покупают Потом смотрят На эту бобинку Там Дерюга-дерюга И пряжа Они такие Блин И что тут хорошего Я вон возьму Ализе Ланнголд Она гораздо мягче Нежнее Приятнее А нет А вы свяжите образец И постирайте его И чудо произойдет У вас на руках И вы такие Вау Вот это пряжа То есть пропитка сходит И пряжа меняет Свои свойства напрочь Пропитку делают Именно для того Чтобы на машинке Ее стирать И потом Когда отвязывают Изделие В производстве Ее Это изделие Стирают То есть пропитку Эту смывают Ее смывают Не в бобинах Ее смывают Уже в готовых Изделиях Вот Да Смывают Спасибо И связь Ольга Оля Здравствуйте Вы как-то говорили Что регия Носочная Не зашла Почему Я все Видео сняла У меня есть Два Видео Два Момента То есть регия И регия Спустя По-моему Год носки Я регию Сравнивала С Ализе По-моему С Ализе Я ее сравнивала Ну потому что Чисто визуально Я Не почувствовала Большой разницы Ну посмотрите То видео Пересмотрите его Пожалуйста Оно в двух частях Оно Сначала Видео снято Когда я отвязала Изделие То есть я отвязала Два носка Один из Артисана По-моему Я вязала Второй из регия И я их сравнивала То есть вот Только отвязала И сравнивала И потом через год Носки Постоянные Я их Постирала Катышки сняла И снова По-моему Даже с катышками Я первый раз показывала Не помню И уже спустя год Я свой вердикт Заключила Я не вижу смысла Переплачивать за регию Она мне не показалась Лучше чем Артисан Меня сейчас забьют тапками Многие Потому что очень многие Любят регию Очень многие Мне она не зашла Вот Но это не говорит о том Что мне не зашла Вся дорогая пряжа Мне зашел Опал Опал мне Очень нравится То есть это тоже Достаточно Дорогая серия Мне зашла Лана Гросса Просто зашла Вот В восторг И великолепие Лана Гросса Ватер Какая-то водяная Серия На бобинках Вот на бобинках Как Бобинная пряжа Она сделана Очень зашла Мне Лана Гросса А Лана Гросса Твит Мне зашел Потом Мне зашел А вот Майлин Вайт Твит Вот такая вот Лана Гросса Майлин Вайт Твит Просто обалденные пряжи я от нее кайфую. Она тоже дорогая. Она мне зашла. И есть разница между ней. А вот регия, мне она не показалась какой-то шерстистой. Мне она показалась какой-то... Не знаю. Не знаю, почему. Я еще раз повторюсь, у регии очень много поклонников. Ее многие любят. Мне она субъективно не зашла. Как не зашла? Нормальный пряжа. Но для меня она показалась не лучше артисанной. Вот и все. Ну, посмотрите видео. Я там более подробно это рассказываю. Хотя я думаю, я каждый раз заказываю, когда носочный пряж. Думаю, попробовать что ли регию еще заказать. Там расцветки такие классные. То есть она меня привлекает своей рекламой. Мне охота ее заказать. Я такая, Оля, ну ты же уже вязала. Тебе же она не понравилась. А потом думаю, ну может быть она мне просто не понравилась. Вот именно здесь еще, может, расцветка сыграла роль. Хотя там синие полоски мои любимые. Не важно, да. Может быть, настроение не то, хотя я через год еще потом сняла видео. Я не знаю, почему. Но, в общем, да. В общем, да. Пока. Вот. Елена Пилипенко. Ольга, есть ли преимущество классических петель перед бабушкиными? На мой взгляд, есть. Разъясните мне, пожалуйста, стоит ли переучиваться. Я не знаю, стоит ли вам переучиваться или не стоит. Это вам решать. На мой взгляд, вот, кстати, я вяжу классическими петлями. Видите, как ровно и красиво ложится резинка. Резинка один на один бабушкиными петлями. Там просто туши свет, что получается. Она просто пляшет. Поэтому вот вам, пожалуйста. Это еще до стирки полотно. После стирки там вообще великолепие, великолепное. Вот оно. Видите, как классно смотрится резиночка. Вот. Потом бабушкины петли, если вы вяжете узорами по книгам, по разным-разным учебникам. Раньше, раньше, во всяком случае, сейчас, ладно, говорят, за левую, за правую стенку, да, провязываем. Или с наклоном влево и вправо. А раньше-то всегда говорили две вместе за переднюю стенку, две вместе за заднюю стенку. И везде такие обозначения были во всех книгах. Вот. И если при вязании бабушкиными петлями пользоваться этой трактовкой условных обозначений, можно ошибиться и связать не то изделие, которое получится в итоге совсем другим изделием. То есть, на мой взгляд, переучиться стоит. Полотно ровнее будет. Мне кажется, стоит. А вам стоит или не стоит, это вам решать. Я не могу сказать. Одному человеку стоит, а второму, ну, типа, может, вообще даже не надо. Вяжет и вяжет человек в удовольствие. Елена Лещинская. Здравствуйте. Хочу купить мастер-класс на реглан. Здравствуйте. Мастер-класс на реглан пока не продается. Не знаю, будет ли продаваться. Пока нет. Елена из Дортмунда. Что бы тебе отдыхать давали? А, ну, я просто поулыбалась, Лена. Все, я ничего не ответила на твой комментарий. А, Елена из Дортмунда. Лайн из Дунорд вроде бы тоже понравилась тебе. И Хэппи Фит. Да, вот я говорю, что Лайн из Дунорд мне очень понравилась. Хэппи Фит. Хэппи Фит. Майлен Вайт помню. Хэппи Фит. Хэппи Фит. Не помню. Хэппи Фит. Это, по-моему, у нас была Газал, да? Хэппи Фит. Да. Она, кстати, по-моему, снята с производства. Но я ее не пробовала в носке. Я ее подарила. Из Хэппи Фит носки я подарила. А Лайн из Дунорд мне понравилась. Очень понравилась. Очень. Приочень. Ну, там и цвета мои любимые. Марина Григорьева. Оказывается, реги нужно смотреть, где произведена. Есть Италия, есть Германия. Разная толщина. Может быть, может быть, может быть разные. Тогда и свойства нитки может быть разные. Может быть. Я даже понятия не имею, где была произведена та реги, которая мне не понравилась. Вот. Виктория Нежельская. Я вот не знаю, какими петлями я вяжу. Классикой или Бабушкиными. Посмотрите, пожалуйста, Виктория, мое видео, которое называется в плейлисте вязальной полезности. Есть видео, которое называется Ровная лицевая гладь. По-моему, там я показывала лицевые и изнаночные петли, как вяжутся. И вы по тому, как увидите, как я рассказываю, вы поймете. Классикой вы вяжете или Бабушкиным способом. Еще. Вот вы сейчас вяжете, вот вяжете, да? И у вас в лицевом ряду... Ну, вообще, вот вы вяжете и видите лицевые петли. Если не в круговую, вяжете обратно поворотными рядами. Вот посмотрите, петли... Вот вы вяжете, вот остановились, вот у вас лицевая петля. Вот у нее первая стенка правая или левая стоит. Если у вас правая стенка петли стоит за спицей, и вы ее вяжете за заднюю стенку, то вы вяжете Бабушкиным способом. А если вот вы вяжете и у вас лицевая петля стоит правой стенкой перед спицей, и вы вяжете ее обычной лицевой, то вы вяжете классическим способом. Вот если как-то так. Спасибо, посмотрю обязательно. Посмотрите, Виктория. Елена Лещинская. А совместники у вас проходят? Да, совместники у меня проходят. Да. Совместник у меня... Сейчас у меня идет совместник по полу, спущенное плечо, и совместник по реглану. Скоро, в скором будущем мы будем с вами... У нас будет совместник по паутинкам. То есть мы будем вязать из тонкой пряжи, толстыми спицами паутинчатые изделия. Скоро будет новый совместный проект, когда, пока не знаю. Сабина Сальная. Олечка, здравствуйте. Прошу вашего совета. Хочу связать себе базовый жилет. Есть небольшие навыки и вязание, и построение выкройки немного, и шитья. Вот прям заморочилась. Ищу себе базовое построение выкройки жилета, чтобы по нему проще было и быстрее связать его. Мне кажется, так удобнее. Сделал выкройку, и можно несколько моделей из разной толщины пряжи с разной свободой облегания. Но главное, на просторах Ютуба идеальное объяснение не нашла. Подвязанные изделия. Что можете посоветовать, Оля? Я выкройки на вязаные изделия не вяжу, не делаю, не рисую, не вырезаю, потому что не вижу в этом смысла. Я делаю просто рисунки того изделия, которое я буду вязать. Я рассчитываю все по петлям, и у меня нет такого, что на несколько изделий будет один и тот же рисунок. Даже если я буду вязать одно и то же изделие, но из разной пряжи, у меня будет... У меня из одной пряжи миллион разных... Вот, например, V-образный... Вот V-образный джемпер. Я рисую вот такой технический рисунок. Я смотрю, какая у меня будет ширина рукава, ширина груди, ширина горловины. А потом я... Ну, мерки все, да, соответственно, мерки мои указаны. А потом я дальше начинаю расчет. Сейчас я вам все покажу. Сколько у меня на один джемпер всегда идет бумаги. Вот, наверное, первый листок. Вот. Вот у меня первый. Я начинаю расчет. Это у меня был... Это у меня был... Сейчас кто на реглане, тот вздрогнет. Вот первый расчет. Самое начало. Ой, это уже даже не самое начало. Подождите, сейчас найду начало. Ну, короче... Так, где у меня первый? Ну, ладно, в общем. Вот, наверное, начало. Вот у меня продолжение. Это я дальше уже делаю. Это все один джемпер. Вот я рисую еще дальше продолжение. Вот я рисую еще дальше продолжение. Ну, может быть, сейчас не совсем по порядку показываю, но это все на один джемпер. Вот. И вот итоговое. Итог, по-моему, здесь, да, у меня? Нет, это еще даже не итог. Итог вот он. И вот такое у меня все. Это все расчеты. Поэтому зачем мне нужно выкройка в натуральную величину? Натуральную величину я выкройку делаю. Это вот только... Это, кстати, только расчет. Потом дальше у меня пошла сутулость. Я ее тоже рассчитала. Потом, если мне нужен осилуэт, я его тоже рассчитала отдельно. Потом мне нужна выточка на грудь. Я ее рассчитала. И потом я еще рассчитала... Ну, здесь нету. И еще рассчитала... Как это называется? Коррекцию по рукавам. Вот это все у меня один джемпер. А проще? Проще это не ко мне, девочки. Я и простота, я наоборот заморачиваюсь. Я заморачиваюсь так, чтобы в итоге получить изделие, ну, плюс-минус то, которое я заказывала. Чтобы у меня по ширине разница была в 1-2 сантиметра, не больше. Вот здесь. То есть я планирую одну. И потом у меня после стирки может немножечко, чуть-чуть разбухнуть. Хотя образцы тоже после стирки. Но здесь еще тяжесть полотна играет роль. Поэтому полотно может немножечко еще как-то податься в большом. Вот формат, и вот формат в этом формате. Оно немножечко растягивается. Ну, там где-то растягивается, где-то сжимается, где-то еще что-то. Но уже незначительно. То есть я рассчитываю все таким образом, чтобы плюс-минус сантиметр мне роли не играл. А если вы будете делать выкройку, вам эта выкройка тоже ничего не даст. Абсолютно. И неважно, жилет это или изделие, или еще что-то. Я и жилет буду также замороченно делать. Вы думаете, жилет у меня будет по-другому? Ну, жилет может быть попроще. Ну, вот вы говорите простую выкройку. А выкройку вот опять. Простая выкройка жилета. Ну, жилет бывает с точным рукавом. Жилет бывает с пущенное плечо. Жилет бывает цельновязанный сверху вниз. Это все простые модели. Ну, представляете, вот я уже три сейчас. Сейчас просто вот так вот. А если еще посидеть, я вам с десяток скажу, какими можно связать жилет. И все это будет жилет. И все простой жилет. Поэтому как-то... Выкройки я не вижу смысла в выкройках. Хотя я тоже делаю выкройки на швейные изделия, а на вязаные не вижу смысла. Галина Саксонова. Я переучивалась с бабушкиных на классические. Умничка! Виктория Первушина. А можно не париться, какими петлями вязать? Я вижу своим способом, как лежат петли. Это в узорах и в круговом. Хотя в шивных изделиях лицевая вязка идет бабушкиными. Они намного быстрее. Поэтому нужно такую свою альтернативу делать. То есть, если вы просто понимаете, как должна лежать петля, чтобы было красиво. Ирина Химей. Ой, как знакома! У нас всех еще больше листочков. Я вам сейчас покажу, сколько у меня листочков на вас всех. У меня просто вот такая тяжелая папка, где досье на каждого участника моего совместного проекта по реглану. Целое досье. Вот сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите. Вот, пожалуйста. Вот это все. Это все ваши расчеты, которые я распечатываю и перепроверяю. У меня листочков у вас не больше, чем у меня. Я выиграла этот спор. Вот. И каждому человеку, практически каждому, я еще вот такой расчет делаю. Это я сейчас не хвалюсь. Я просто, как бы сказать... Это я вам отвечаю, Ирина, что у вас нифига не много листочков. Много это у меня. Вот. Поэтому ничего это... Нормально. Это же прикольно. Представляете, как мозг развивается у меня? Не завидуйте. Да, мозг у меня кипит. Но ничего. Еще бы знать, как выглядит тот или иной человек, чтобы мочь подсказать ему в правильном русле. Я же тоже могу ошибаться. То есть я подсказываю, например, делать радиальными прибавками по груди. А вдруг у человека и так маленькая грудь, а я ему еще радиальные прибавки, говорю, надо делать по груди. Кстати, время 10. Девочки, мы с вами закрываем наш эфир. Сейчас закругляемся. У нас гудит гудок. В 10 часов у нас всегда гудит гудок. И вот он загудел. Вам, наверное, не слышно? Не слышно. Вика Новикова. Поэтому мне страшно. А не надо ничего бояться, Вика. Абсолютно не надо. Пусть вы испишите всю тетрадку своими расчетами. Так это же здорово. Не надо бояться. Не надо. Волков бояться в лес не ходить. А вы скажите, чего вы хотите? Научиться или бояться? Если вы хотите бояться, то вы можете бояться. А если вы хотите научиться, то вам запрещено бояться. Вам надо действовать. Елена Лещинская. Научите тоже рассчитывать. Научить. Я могу показать, как я это делаю. Ну, надо было на совместный проект идти. Сейчас уже все. На совместный проект у нас запись закрыта. Пока да. Но я думаю, что так много людей просятся на реглан. Девочки, вы даже не представляете, сколько людей. Но я пока не готова. Мне бы сначала разобраться с теми людьми, которые в проекте. А потом уже разбираться дальше. Потому что людей много. И я аж не семижильная. Как бы это не было грустно некоторым, но я аж не могу. Поэтому кто успел в проект? Я две недели зазывала людей. Я две недели. На всех соцсетях. Девочки, приходите. Девочки, приходите. Потом столько девочек пришло, что я уже хотела сказать. Девочки, не приходите больше. Но все равно всех брала. Потому что я обещала две недели. Я две недели обещание свое я сдерживаю. Поэтому ни одному не отказала. А больше не могу взять пока. Извините. Ирина Химей. Оля, вы делаете выкройку на вточной рукав. Да, я сказала. Я это сказала. Что я делаю выкройку только на вточной рукав. И то не всегда. Но на вточной рукав я выкройку делаю. Да, вы правы, Ирина. Вточной рукав я очень часто могу сделать выкройку. Потому что мне кажется, так проще. С вточным рукамом. Со всем остальным это не работает. Да. Елена из Дортмунда. Вика, если не попробуете, то не поймете, страшно или нет. Ирина Архипова. Гигантский труд. Девочки, даже спорить не буду. Да, это тяжело, но ничего, это классно. Сейчас я не жалуюсь абсолютно. А то, может, некоторые подумают, что я ною. Нечего тут ныть. Ты деньги зарабатываешь. Ага. Поэтому я их зарабатываю, честно. Потом и трудом. Светлана Саландина. Оля, вы мой герой. Ирина Архипова, спасибо большое. Лариса Найденкова, спасибо за эфир. Светлана Саландина, спасибо, Оля, за эфир. Всем хорошего вечера. Раиса Мартюшова. Оля сказала про гудок, и я вспомнила, как раньше после войны гудел гудок на заводе на работу или с работы. Вздрогнула даже. У нас до сих пор, Раиса, гудит гудок с работы или на работу. Это так. У нас хотели запретить гудок, у нас его запретили, по-моему, на день или на два. Здесь все как взбунтовались. Весь город тогда поднялся, и нам снова начали давать гудок. Но это было в 90-е годы, по-моему. И все, и сейчас даже никто не сопротивляется, что у нас гудки всегда есть. Анна Данилина. Добрый вечер. Жду я сперри главный раньше, чем через год. Сынуля подрастет, и я смогу в нем поучаствовать. Не будет видно. Война планы покажет. Ой, какие страшные слова я сказала. Ирина Химеев, спокойной ночи. Мои дорогие друзья, я прочитала все ваши комментарии. У нас прошло два часа. Сегодня было очень интересно. Много было интересных вопросов. Большое спасибо вам за этот эфир, за то, что вы были со мной. И пусть у вас все будет хорошо. Отличного вам настроения. Мирного неба. Благополучия. Спокойствия. И огромного здоровья. Берегите себя и свои семьи. Ну, а я с вами буду прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.